Давайте еще вот такую метафору. Да, давайте. Давайте еще такой пример приведу. Вот, может быть, у вас в детстве была такая игра «Американский бильярд». Объясню. Там шарик, ты запускаешь, и шарик начинает бегать, и там на поле есть дырки, куда шарик проваливается в ямки. Ямки, куда шарик проваливается. Типа гольфа такого? Ну да, типа гольфа. Но здесь гольф не такой, потому что вот так. Весело, да. Так вот, обратите внимание, что ландшафт нашей души, он тоже такой. Если ты привык часто испытывать реакцию, например, отвращения или печали, то ямка становится широкая. И когда шарик твоего внимания туда попал, он… Я в свое время, когда обучалась в институте консультирования, на разных направлениях психотерапии. И одно из направлений – это был гештальт. И, значит, тема была того, что гештальт нужно допроживать. Если ты чувствуешь какую-то эмоцию, ты должен ее дожать и допрожить. Ну и я как ответственная студентка… Тревожная, назови так. Думаю, все. Какая у меня эмоция, которой я не допроживаю. И тут, значит, я обнаруживаю, что что-то меня взбесило. Я думаю… Это реакция гнева. Ну, может быть, там не гнев, я не помню, что было. Наверное, все-таки это печаль была. Я думаю, печаль, все, надо ее допрожить. Я, значит, культивирую там ее внутри, накручиваю. Такая все, допрожила. Думаю, класс, гештальт закрыла. Снова отслеживаю, какие еще эмоции у меня есть, которые я, значит… Потом, хоп, опять ситуация про печаль. Я такая, печаль, надо допрожить ее. И вдруг я обнаруживаю, что до того, как я решила допроживать все гештальты, значит, неделю я жила вообще как человек с разными эмоциями, то следующая неделя… Она прошла под знаком печали. Она прошла не просто под знаком печали, а поводов для того, чтобы попечалиться, стало в разы больше. Я в окружающем мире стала видеть реально поводы для печали. Но когда мы выбираем самую неадекватную эмоцию, мы тем самым выравниваем ландшафт. Вот смотрите, вот пришел ты для того, чтобы построить дом. А у тебя на поле то ямы, то канавы, то холмики, понимаете? И как результат ты начинаешь понимать, что вообще как бы дом у тебя будет вот такой вот. То яма, то канавы. Ну да. А дом у тебя будет, то есть не построишь ты дом. И поэтому нашей задачей является, если можно так выразиться, сначала взять холмик. А холмик это, знаете, шарик на холмик сам по себе не закатится. Сизифа в труд, да? Я должна испытывать радость. Да как же должна? Надо радоваться. Да. Не надо напрягаться. Или, например, я должна уметь говорить людям «нет». Ну а как ты? Ну должна и должна. Но когда мы начинаем сравнивать, вот она яма, выравнивать, а вот она канава. Да. И вот когда мы начинаем погружать туда, как-то эротически звучит, но нормально, да? Когда мы начинаем выравнивать, когда мы начинаем выравнивать наш эмоциональный ландшафт, дальше мы уже сами в состоянии построить то, что мы хотим на этом месте.